Здравствуйте! Меня зовут Гришин Алексей. Я занимаюсь практической информационной безопасностью уже более 9 лет. Мы вместе с командой организуем большое количество разных конкурсов по информационной безопасности, каждый день сталкиваемся с реальными системами, занимаемся их конфигурацией и администрированием, а также их анализом на защищенность. Я считаю, что могу рассказать вам поверхностно и очень простым языком, как устроено пространство интернет, о том, что такое домены, почтовые сервисы и хотя бы приблизительно дать вам представление, как работает криптография с приведением примера на пальцах. На текущий день все привыкли пользоваться интернетом следующим образом. Вы открываете браузер, в строку поиска вводите доменное имя и сразу переходите на сайт. Но вся эта возможность, весь функционал, он существовал не сразу. Ранее для посещения определенных интернет-ресурсов требовалось знать их числовое номинование, IP-адрес. На текущий момент мы ушли от этой проблемы и пользуемся удобными для запоминания именами на соответствующем языке. Все это благодаря специальной технологии. Она называется система доменных имен или коротко DNS, Domain Name System. Данная система нужна для того, чтобы позволять любому пользователю зарегистрировать и сопоставить имя своего сайта с конкретным его представлением в сети интернет. Доменными именами в сети интернет управляет компания iCAN. Она поддерживает в функционировании основные DNS-сервера интернета. DNS-сервера интернета принято называть корневыми. Корневые сервера распространяют информацию о текущих доменных именах на весь земной шар. Международная некоммерческая организация iCAN была основана более 20 лет назад. В 1998 году, 18 сентября, было принято решение о выделении iCAN как отдельной структуры для поддержания и развития появления новых доменных имен во всем мире. На момент 1998 года была проблема, характеризованная тем, что зарегистрировать доменное имя можно было только у одного поставщика данной услуги. 3 миллиона всего доменных имен было зарегистрировано до 1998 года. Сложность обуславливалась тем, что регистрировать можно было только у одной компании. А регистрация доменного имени и поддержание его стоило огромных денег. До 50 долларов платили желающие за регистрацию всего одного доменного имени. Длительная финансовая волокита, сложная бумажная процедура делали доступность доменного имени для любого пользователя достаточно сложной задачей. iCAN как организация включила в свой состав представительства из разных стран. И теперь зарегистрироваться можно было не у единственной компании, а сразу у нескольких компаний, которые являлись точками входа в DNS-систему в определенных странах. По всему миру было организовано 13 корневых DNS-серверов. Задача корневого DNS-сервера оперативно уведомлять другие сервера о том, какие изменения были внесены в структуру доменных имен. Реплики корневых DNS-серверов присутствуют и в России. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону присутствуют по одному или несколько корневых серверов. Задача корневых серверов — обслуживать оперативную информированность. Если появится какой-то новый домен за рубежом, то мгновенно он скачается и будет распространен на территорию Российской Федерации. Всего в мире существует более тысячи официальных интернет-регистраторов. Интернет-регистраторов только в одной России порядка 40 наименований. Интернет-регистратор занимается тем, что принимает запросы от пользователей сети на регистрацию новых доменных имен и включение их в список. Также он выдает информацию о появлении нового доменного имени для корневого сервера, а тот, в свою очередь, распространяет информацию по всему миру. Регистраторы выполняют одну из важнейших ролей, которая позволяет вам зарезервировать на определенный промежуток времени словесные наименования домена, которые вы будете использовать позже. Очень важно, что все доменные имена не покупаются навсегда. Доменное имя берется в аренду, и по истечению срока аренды доменное имя может быть снова перепродано управляющей структурой. Соответственно, за контролем и распространением всего доменного пула следит организация, администрирующая пространство интернет. Организация, администрирующая адресное пространство всего интернета, называется ИАННА. Ее задачей входит управление блоками IP-адресов, управление доменами и поддержание всей структуры в целостности и безопасности. У людей, которые только сталкиваются с регистрацией и обработкой своего доменного имени, возникает четыре очень распространенных суеверия. Первое суеверие заключается в том, что вся информация, которой вы обмениваетесь в интернете, проходит через DNS-сервера. На самом деле это не так. В объемах всего трафика, которым обменивается человечество по сети, DNS-запросы — это лишь очень малая часть. И этот запрос к DNS-серверу нужен только в начале, для того, чтобы выполнить явные соответствия сервера, который должен обрабатывать запросы с именем, которое вы напишете в адресной строке. Вторым распространенным заблуждением является, что абсолютно каждый запрос должен быть обработан корневым сервером. На самом деле это тоже не так. Корневыми серверами обрабатывается лишь малая часть запросов. Основная информация берется на DNS-серверах, которые кэшируют информацию для быстрого предоставления ее пользователям, либо на непосредственно частных DNS-серверах организации, которые созданы с задачей управления и контроля обращения к ресурсам интернета. Третьим заблуждением является то, что DNS-сервера обслуживаются любителями. На самом деле это не так. За поддержание корневых серверов ответственна команда профессионалов своего дела. Она высокооплачиваемая и инвестируемая непосредственно из тех денег, которые представляют сборы за поддержание и обслуживание доменов. Четвертым распространенным заблуждением является то, что DNS-система и весь интернет является подконтрольным инструментом какого-то определенного правительства. На самом деле это не так. В структуру ICAN входит большое количество коммерческих и некоммерческих организаций, расположенных по всему миру. Они отстаивают интересы бизнеса и пользователей интернета, а не интересы политические какого-то определенного государства. Всю эту систему нельзя выключить или заблокировать одним щелчком пальцев, как бы вас не убеждали в обратном. После того, как вы выбрали, как именно ваша компания будет позиционировать себя и представлять в интернете, и подобрали соответствующее имя, вам нужно обратиться к регистратору. Регистратор держит весь список допустимых имен, которые он может вам создать. Не все регистраторы способны создавать имена в любой корневой зоне. Это необходимо учитывать при выборе регистратора. Также имя, которое вы подобрали себе, может быть занято уже другим пользователям. Данную информацию сможет предоставить вам регистратор, объяснив, с какого и по какого периода времени данный домен закреплен за организацией. Домен может купить не только коммерческая структура, домен может купить абсолютно любое лицо, которое будет платить за него пошлину. Размер финансовой стоимости будет сильно варьироваться от регистратора. Помимо обязательных сборов, которые выплачиваются Айкену, регистраторы вправе добавлять свои пошлины к цене, которую будет взыскивать с пользователя за поддержание услуги регистрации его домена. Если домен был куплен каким-то определенным юридическим или физическим лицом, он должен быть использован, то есть приземлен. Приземление домена – это закрепление его DNS имени или, говорят по-другому, DNS зоны за определенным сервером, который осуществляет его обслуживание. Помимо сервера, который будет обслуживать ваш домен, вам потребуется указать дополнительную информацию. Если регистрация была произведена на коммерческую организацию, то вам нужно будет проинформировать о ее названии, виде и документах, которые основополагают взаимодействие с ней. Если же было приобретено обычным частным лицом, то вам потребуется сообщить фамилию, имя отчества приобретавшего, контактные данные с ним и данные, которые могут однозначно идентифицировать лицо в рамках государства, в котором оно покупало домен. iCent требует обновления и синхронизации данных по всем доменам со всех пользователей, вне зависимости от того, коммерческое лицо управляет доменом или частное лицо. Если ваши данные поменялись, то вы должны уведомить об этом регистратора и сделать соответствующие модификации. DNS-сервер — это компьютер в сети, который отвечает на запросы о вашем домене в определенном формате. На этапе развития интернета все DNS-запросы были небезопасными, и было множество различных атак на подмену информации о том, кому принадлежит данный сайт, о разглашении дополнительной информации, которая не должна попадать в сеть для пользователей, и получение нелегитимными пользователями данными как о регистрировавшем лице, так и получение трафика пользователей, направленного не на тот сервер, на который это нужно. Поэтому, начиная с 2000-х, в DNS-протоколах существует большое количество нюансов. Есть множество узлов с разным типом, которые нужно настроить и правильно сконфигурировать. Есть определенные моменты с ключами. Если вы не являетесь специалистом в данной области, то лучше доверить данную работу профессионалу. Большое количество информации о настройке и конфигурации вы сможете найти в интернете. Сегодня мы не будем посвящать время на данную тематику. Как правило, с услугой регистрации доменного имени вам предлагают еще взять хостинг. Что же такое хостинг и зачем он нужен? Хостинг — это либо полностью сервер, либо часть сервера, находящаяся где-то далеко, как принято говорить в интернете, в облаке. На данный хостинг вы можете разместить информацию и контент, который будет отдаваться серверами пользователям, когда они обратятся к нему через протокол HTTP. Протокол HTTP и HTTPS — это основные протоколы осуществления запросов. В зависимости от того, насколько сложен ваш проект, вы варьируете количество ресурсов, которые вам необходимы. Давайте разберемся в тех видах хостинга, которые у нас существуют на текущий момент. Самым простым видом хостинга является предоставление вам облачной платформы. Для вас заранее системными администраторами приготовлена среда, в которую необходимо загрузить только контент. Этот контент будет раздаваться по определенным правилам и, как правило, облачный веб-хостинг такого типа является самым простым способом опубликовать и передать информацию о существующем вашем домене или услуге в интернет. Вторым вариантом получения услуги хостинга на удаленном сервере является Virtual Dedicated Server или WDS. Вам предоставляют какую-то виртуальную машину или контейнер для размещения и конфигурации самостоятельно. Виртуальный выделенный сервер нужен в том случае, если вы собираетесь размещать на удаленной платформе не только сайт, но и дополнительные сервисы. Или если ваш сайт требует дополнительных модификаций, которые, скорее всего, не учли системные администраторы, предоставляющие вам первый вид услуг. Самой дорогостоящей услугой является выделение полностью сервера под вас. Такая услуга называется Dedicated Server или выделенный сервер. Услуга говорит о том, что кроме вас данным физическим сервером, располагающимся на платформе у хостера, не будет пользоваться абсолютно никто. Вы полностью настраиваете сервер с нуля, так как бы вы настраивали его, если бы он находился у вас рядом. Единственное, за что отвечает хостинг-платформа и хостинг-площадка, это чтобы у вашего сервера всегда был интернет, электричество, и он был защищен от любых природных катаклизмов. Вне зависимости от того, какой вид хостинга вы выбрали, вашей основной задачей при разворачивании сайта является поддержка запросов по протоколам HTTP и HTTPS. Протокол гипертекстовой разметки – это очень старый интернет-протокол, изначально не думающий ни о какой безопасности. Безопасным расширением HTTP протокола является протокол HTTPS. В отличие от протокола HTTP, HTTPS протокол осуществляет шифрование между точкой передающей информацию и точкой информацию принимающей. Поэтому любой подключившийся пользователь в разрез не сможет понять информацию о том, как именно осуществлялись запросы и какие именно данные были переданы пользователю. Как работает криптография, осуществляющая шифрование, мы попытаемся простым и доступным языком объяснить в следующем блоке. Еще раз хочу подчеркнуть, почему важно вовремя продлевать домен и то, что домен дается вам не навсегда. Существует масса примеров о том, как злоумышленники покупали очень распространенные и постоянно использующиеся кем-то домены, а потом перепродавали их обратно фирмам-владелицам за большие деньги. Такой инцидент случился и в 2019 году. Одна из структур, ответственная за уведомления экскурсионных групп в городе, использовала на домах, которые являлись объектами исторической ценности, специальные таблички, на которых размещался QR-код, ведущий на сайт, информирующий о данном архитектурном достоянии. Но организация вовремя не продлила свой домен, и домен стал доступен для покупки всем желающим. Злоумышленники купили данное доменное имя и расположили под этим доменным именем информацию, которая носила рекламный и нецензурный характер. На сделку злоумышленники по перепродаже домена не пошли, и сейчас администрации требуется перепечатывать и заменять все QR-коды, расположенные в городе. Хотя изначально регистратор обязательно уведомит несколько раз предыдущего владельца доменного имени о том, что срок владения доменным именем истекает, а далее в течение месяца, с момента истечения срока регистрации, он позволит ликвидировать организацию, купившей домен за должность, и присвоить этот домен себе. Если же в течение всего периода эта информация будет игнорироваться, то покупка доменного имени станет доступна абсолютно любому пользователю. В данном блоке мы рассмотрели, что такое доменные имена, кому и как они принадлежат, кто такие регистраторы, какие действия должен совершить предприниматель для того, чтобы зарегистрировать домен, а также несколько раз акцентировали внимание на то, что доменное имя регистрируется не навсегда, и к чему может привести ошибка непродления домена.